Музыка Глава района Адам Джарим проверил ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Руководитель муниципалитета посетил котельную поселка Октябрьского. Котельная имеет современное оснащение. Тепло в дома от нее поступает стабильно благодаря простой системе мониторинга. В Черноморском поселении глава проверил три объекта ЖКХ. Все они готовы к эксплуатации. В Ильском городском поселении районный руководитель осмотрел две котельные. В ходе общения он напомнил руководителям жилищно-коммунального хозяйства и главам поселения о том, что все подготовительные работы в Северском районе должны быть завершены к 1 октября. Парковка автомобиля. Казалось бы, все просто. Только не на улице Народной. Поиск места для стоянки здесь часто превращается в настоящий квест. Центр станицы буквально переполнен транспортом. Машины часто оставляют прямо на проезжей части. Водитель объясняет, специальных парковочных мест здесь просто нет. Не часто место найти можно, особенно в дневное время. Но это где-нибудь, если парковку какую-нибудь построить, многоэтажную. Или не говоря уже о подземной. Только где здесь их будет строить. Только так может быть. Очень плохо все время пробки машины, женщины за родину. Много машин, стоянок мало, негде парковаться. Неудобно. Почему? Потому что нет места. Все паркуются, где хотят. Нарушать правила парковки на этом участке улицы Народной давно стала нормой. Даже сотрудники ГИБДД не всегда могут решить сложную ситуацию. Дорожная разметка отсутствует. Знаки, запрещающие стоянку или остановку автомобиля тоже. Поэтому и паркуется кто как может. Хотя правила дорожного движения трактуют ситуацию однозначно. Согласно главу 12 правил дорожного движения Российской Федерации, остановка и стоянка транспортных средств разрешается на правой стороне дороги. Также разрешена парковка на левой стороне дороги, в населенных пунктах, на дорогах с одной полосой движения для каждого направления. Поэтому в данном случае по улице Народной разрешается парковать автомобили, как они припаркованы, справа, слева. В крупных городах проблему с неправильной парковкой решают быстро, с помощью эвакуатора. То, что мешает движению, должно быть убрано. В нашем районе такая практика отсутствует, по вполне объективным причинам. У нас в районе нет соответствующих эвакуаторов. Это первое. Ну и как бы сильного такого резонанса не было в данном месте. Потому что рынок рядом, многие жители сами, я так понимаю, не сильно были против данного нарушения. Но мы будем отрабатывать данное место теперь, чтобы люди привыкали и не нарушали. Водители, которые все же нарушают правила дорожного движения, должны быть готовы к тому, что неминуемо будут оштрафованы. Хочется дать совет всем жителям и гостям Станицы Северской, чтобы они обратили внимание на данное место. И здесь впредь автомобили не ставили посередине проезжей части, так как для них это обернется штрафом немаленьким в размере 2000 рублей. Помимо правил движения на проезжей части, существует и водительская этика. Паркуешь машину – делай это так, чтобы не мешать другим. Тогда и передвигаться, и искать стоянку будет значительно проще. Пища богов. Именно так с греческого переводится название этого растения. На самом деле речь идет об амброзии – опасном сорняке-аллергене. Период его цветения приходится на лето и раннюю осень. Для аллергиков и людей, страдающих астмой, это очень сложный период. Но от заложенности носа и слезящихся глаз не застрахован никто. Ведь аллергия может возникнуть в любом возрасте. Пыльца амброзии провоцируют такие заболевания, как аллергический ренит, поленос, альпический конъюнктивит, также бронхиальная астма. Симптомы аллергии на амброзии мало чем отличаются от симптомов на другие растения. Это заложенность носа, слезоточивость, покраснение глаз, также кожный зуд, покашливание, приступы одышки. Бороться с амброзией сложно, ведь вместо одного скошенного побега появляются четыре новых. А значит и количество семян увеличивается в разы. За короткий срок из небольшого островка вырастают настоящие поля цветущего аллергена. А ветер потом разносит пыльцу на многие километры, провоцируя развитие опасных заболеваний. Чтобы улучшить состояние пациентов, необходимо проконсультироваться с врачом, также ограничить контакт аллергена с человеком и принимать антикистаминные препараты. Решение проблемы все же есть. Прополка – самый эффективный и безопасный метод. Это желательно делать до начала цветения амброзии, ведь бороться с отдельными кустами гораздо проще, чем с целыми насаждениями. Особенно, если каждый будет содержать свой придомовой участок в чистоте и порядке. Великую Отечественную войну часто называют «войной моторов». Но серьезные схватки с врагом проходили и на другом фронте. Советская пропаганда противостояла немецкой агитации. И важность этой борьбы сложно переоценить. Плакаты, листовки, радиотрансляции поднимали боевой дух, вселяли уверенность советских бойцов и гражданское население. Так, все четыре года военных действий прошли под лозунгом «Наше дело правое». Враг будет разбит, победа будет за нами. Главным средством пропаганды были плакаты. Они не требовали больших финансовых вложений. Понятные и ясные плакаты висели на всех фабриках и заводах. Самым известным из таких произведений была работа Ираклия Таидзе «Родина мать зовет». Немцев на плакатах изображали в виде уродливых фигур. Маленькие, толстые, злобные. Они олицетворяли самые худшие качества врага. Слово «фашист» мгновенно стало ругательством. А образ противника в сознании бойцов приобрел комические черты. Немцев перестали бояться. Особенно после победы в битве под Москвой. Не менее важной была работа с теми, кто на фронт не попал и работал в тылу. «Все для фронта, все для победы». Второй по значимости лозунг «Военные годы». Впервые он был провозглашен Иосифом Виссарионовичем Сталином в июле 1941 года. Широко использовалась тема войны 1812 года. Один из плакатов сообщал «Наполеону в России было холодно, а Гитлеру будет жарко». Намек на сокрушительное поражение Бонапарта и суровые русские зимы одновременно. Искусство плаката – только небольшая часть в общем информационном противостоянии Советского Союза и нацистской Германии. С развитием техники стали активно использоваться кино и радио. Фильмы часто рассказывали об успехах русского оружия. Например, Александр Невский, Сергей Эйзенштейна. Но самым массовым все же стало радио. О начале войны, как и о победе, большинство граждан узнало из радиосводки. Стройными рядами по центру столицы движутся десятки уборочных, медицинских, ремонтных машин. Это парад городской техники в Москве по масштабу единственный в своём роде во всём СНГ. Всего более 600 машин, каждый день делающих столицу чистой, удобной и безопасной. Город обслуживают около 46 тысяч машин. Из них 27 тысяч – коммунальные. Это поливомоечные машины современные со сменным оборудованием. Это пылесосы. За последние годы мы не видим в городе пыли, не видим грязи, потому что работает на службе техникам. Новинка общественного транспорта в Москве – электробус. Их более 200. Быстрая зарядка на станции за 6-10 минут. Одного заряда хватает на 40-50 километров. Шторки мы раньше вешали туда-сюда. А сейчас на кнопочку просто нажимаем, они поднимаются и опускаются. Очень удобно. Едешь во время движения. Можно наклонить машину, кнопочка есть наклона, если инвалид или бабушка с коляской там или что-то. Раз нажал, машина опустилась. Очень удобно. Колонны мотоциклов. На них выполняют пожарные, спасательные работы. Особенно в условиях московских пробок они незаменимы в чрезвычайных ситуациях для оказания первой помощи и при эвакуации людей. Для мегаполиса, как показала практика, это самый удобный вариант в плане быстрых добраться, пробки. В экспозиции есть и ретро-авто. Вот самый старый автобус 1935 года. А это легендарный «Москвит-401» из музея ГИБДД. Был на ходу в 50-х годах. Инспекторы использовали его для управления движением и преследования правонарушителей с внушительной для того времени скоростью в 100 километров в час. Между тем, некоторые осудили размах парада. По оценкам критиков, из бюджета на его организацию могло уйти около 120 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok